Соседки по даче предложили горящую путевку в Крым. Отказалась на отрез? Предпочла горящей путевке плановую консервацию. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа Сады и Огороды Приморья. Август на дворе, помидоры растут лесом, но не спеют. Берете ножницы и идете резать макушки. Раз, два, три, кто не спрятался, я не виновата. Вот один из наших первых древнейших сортов помидоров, любимых, это амурские зорьи. Вот их состояние, вот такая урожайность. На кусту 20, это норма. Очень вкусные урожайные помидорчики. Очень хороший сорт. Мы ведем его уже лет 25, наверное. Прищипку помидор делаем после того, как завяжется на крупноплодных 3-4. Даже 4 многовато. Три кисти, потому что в каждой кисти, как правило, от 5 до 7 помидор. И вот куст это вытягивает. То есть 15-18 помидоров он вытягивает. Больше оставлять смысла нет на крупноплодных. На средних это делается там до 5 кистей. Вот мы, допустим, новый сорт. Это вот одна кисть. Вот тут вот завязь, вот она пошла вторая. И вот третья. Потом в начале августа делаем прищипку. Конец июля, начало августа. И все. И больше роста ему не даем. Идет созревание урожая. Если бы каким-то причинам у вас там когда-то вовремя не обработали или не успели, ну, дел всегда хватает это. И у вас заболели помидоры, вот чувствуете, там листики начали, что-нибудь там, пятна какие-то появились на помидорах. Особенно очень опасно, а вы не досмотрите до ствола. Может быть, стриг. Вот эта болячка лечится очень легко. И просто марганцовка. И вообще, вся вот вторая половина июня, июля, если у вас там они приболели, можно пробрызгать марганцовкой. Три грамма на ведро воды и хотя бы две-три обработки сделать с интервалом 5-7 дней. Вот. Дает очень хороший результат. И вы спасете свои помидоры. Потому что химию брызгать уже нельзя. Вот новый сорт для испытаний. Вот. Вот даже вот появились больные листики. Это не фитофтора. Вот. Ну, будем изучать, что за болезнь. Ну, в данный момент, в данный момент, чтобы лишний раз не брызгать, это его проще убрать. Потому что куст в дальнейшем весь стоит чистенький. Вы смотрите самую удачную программу. Это видео-версия журнала «Сады и огороды Приморья». В первых числах августа вышел четвертый номер журнала. Его можно найти на почте, в киосках прессы и садовых магазинах. Как всегда, это 68 страниц полезной информации для садоводов и огородников. В следующем сюжете мы отправляемся в село Степное, в огородке Елене Солодковой. Чтобы посмотреть на ее перцы, коллекцию перцев. Скажу вам, что это очень крутые перцы. Мои эксперименты с перцем начались два года назад, когда я стала немножко свободней в плане времени. Удержу теперь нету. Вот эти первые мои перчики, которые за границей мне привезли семена, девочка купила их в Турции и подарила, зная мою страсть к перцам. Это сладкий. Вот такое условное название, турецкий длинный сладкий. Вот этот сорт очень огромный. Не зря он называется гигант Акангуа. Вот такие вот огромные перчины. Их достаточно много. Вот перец. Называется язык длинный. Ну, название свое, конечно, он оправдывает, потому что мало уступает гиганту Акангуа. Вот такой вот красавец. Вот еще один перчик из моей коллекции. Мне он очень понравился, влюбилась, можно сказать, с первого взгляда. Называется Леся. По идее, вот этот коронный цветок у перца надо удалять. Но из них получаются самые лучшие, самые хорошие семена. Поэтому я оставила и жду, когда он покраснеет, чтобы его сорвать, и остальные пошли в рост. Он очень интересной формы. Вот такой, как шапка гномика. Вот еще один очень интересный и очень урожайный сорт перца. Называется пастух. Вот, смотрите, я оставила коронные цветки. Жду, когда они созреют. Хочу собрать хорошие семена. Но если вам не нужны прям супер-пупер семена, вы можете коронные цветки удалять на стадии, когда они еще цветут. И у вас будет много завязи. Вот здесь, видите, оставлено много коронных цветков. И поэтому он сбрасывает то, что считает лишним. А если хотите большой урожай, выбирайте коронные цветки, и будет вам счастье. А это просто декоративный перчик. Мне подарили семена. Опять же, девочки, зная о моей страсти ко всяким, я посадила. Было две семечки, вот зашло одно. И вот такой получился красавец. С вами программа «Сады и огороды Приморья». Спешу напомнить вам про свежий номер журнала и его сайт sadprim.ru. Заходите, читайте. Кстати, на сайте можно найти все выпуски нашей программы. Август на календаре, и это время, когда начинается уборка картошки. Хотите посмотреть, каким может быть урожай с одного куста? Картошка у меня тоже экзотическая. Ну, не вся, конечно, но часть есть. Картошка фиолетовая. Присутствует антоциан. То есть, эта картошка хороша для людей, кто сидит на диете, кто хочет похудеть, у кого повышенный сахар. Вот, смотрите, какая красавица. Я бы не сказала, что она очень урожайная. Сейчас. Но. Тем не менее, она очень неплоха. Вот какая. Ой, да она вообще красавица. Она прям, хопа, хопа, как фокусник. Первый раз она меня, если честно, одарила таким урожаем. Чем хороша фиолетовая картошка? Понижает сахар. Ее можно есть людям с повышенным содержанием сахара, диабетиком. Снижает вес для тех, кто хочет похудеть. И в ней большое количество антиоксидантов. То есть, это для нашей молодости. Вы смотрите программу «Сады и огороды Приморья». Напоминаю, что в августе выходит свежий номер журналов, в котором вы можете прочитать проклематисы. Садовые и даже дикие, которых у нас в природе целых 8 видов. А наш следующий сюжет тоже проклематисы, которые растут в саду Ирины и Алексея Герасименко. Ну, чтобы вырастить такой клематис, большого труда не надо. Главное, клематис любит подкормочки, укрытие. И самое главное, надо знать обрезку, какая группа обрезки. Их всего три. Вот этот клематис обрезается, вторая группа обрезки, то есть наполовину сохраняется. А есть вот у нас грудь, это третья группа обрезок, это жакмана. Обрезается под корень, вот, очень хорошо, удобно укрывать его. И дает 3-4 метра плеть за сезон. И очень обильные, красивые фиолетовые, синие цветы. Вот это сорт «Илка». Очень благодарный сорт, то есть отзывчив на подкормке, зимует прекрасно и цветет каждый год. Вот этому кусту 7 лет. Очень любит он, это после подкормок, я всегда делаю на ведро воды, стакан известкового молока. И вот этим поливая, это очень они любят. Кошонная известь разводится в стакане, делается как такой жиденький кефир. Вот это там сколько, ну, 250 грамм, и вот на ведро воды вот это известковым поливать. Пользуемся мы компостом. Компост у нас качественный, хороший, вот, разложившийся, вот, и им пользуемся. Вот на одной шпалере у нас растут два сорта. «Илка» и «Нельмозор». Они как бы друг друга дополняют. Это вот такой с полоской розовой выражен, а чисто розовая. Это вот новый сорт. «Двухлетка». Вот, тоже зацвел. И вот еще один очень хороший, благодарный сорт. Зимует прекрасно, цветет прекрасно. И бывает повторное цветение. Это виндолеон. Представьте ситуацию. Вы трудились весь день на грядках, не покладая рук. Выкопали картошку, прищепнули помидоры, полили капусту, прорыхлили баклажаны и перцы. Наконец, вечером присели отдохнуть, и тут же к вам слетели все комары с вашего СНТ. Как говорится, спасибо за компанию, но нет, спасибо. Если вы оказались на природе неподготовленными к атакам комаров, вы можете воспользоваться таким вот простым средством. Для этого нужно иметь с собой пакетик дрожжей небольшой, ложечку сахара, баночку, в которую вы будете это все дело разводить, и бутылку пластиковую. Берем, добавляем сюда ложечкой дрожжей в баночку, немножко сахара, и все это дело размешиваем. Через несколько минут дрожжи начинают бродить, берете пустую бутылку пластиковой, разрезаете ее на две части, нижнюю побольше, а верхнюю вороночку где-то один к трем. После того, как дрожжи забродили, выливаете в эту половинку бутылки пластиковой готовый раствор и переворачиваете воронку внутрь, горлышком внутрь. При брожении дрожжей выделяется углекислый газ. На этот углекислый газ как раз и летят комары. Мы когда разговариваем, дышим, он выделяется, углекислый газ, на который комары и летят. Они переключаются с нас на эту бутылку, потому что там выделение углекислого газа более интенсивное. Попадает в это горлышко и там тонут. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Если у вас есть свои дачные секреты, достижения и рецепты, зовите нас в гости, мы о них расскажем. До встречи в сентябре и пусть вас не подведет погода! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова